серьезные ответы что вызывает смерть чаще чем думают люди невылеченные стоматологические проблемы если не лечить кариес то в дальнейшем это может привести к инфарктам и инсультом лестницы каждый год на лестницах происходит порядка 20 миллионов тяжелых травм и случается не менее 200 тысяч смертей от последствий падения оба моих дедушки и бабушки умерли от этого три года назад мой отец упал с лестницы я не могу объяснить как но это произошло около трех часов ночи и я проснулся ровно за 30 секунд до того как он упал я помню что в тот момент у меня было ужасное чувство он упал и я естественно это услышал выйдя из своей комнаты я увидел что он лежит лицом вниз а из его головы течет кровь мне тогда было 17 лет с того момента я уже считал его мертвым лишь через час меня уведомили о том что он еще жив это самый болезненный момент в моей жизни учитывая тот факт что у меня нет мамы и драки на улице насмотрелись голливудских фильмов и боев мм и думаете что тоже так сможете я видел случай когда чел тупо шел по своим делам и получил камнем по башке минус позвоночник он умер еще до того как упал на землю был еще один случай может быть год назад произошла потасовка в которой парня ударили ножом в шею он так быстро и интенсивно начал истекать кровью что не мог простоять и 10 секунд хватит страдать хернёй все эти драки не стоят вашей жизни как говорится победивший в драке на ножах умирает в машине скорой помощи не помню где я это прочитал но вот правило драки на ножах правило номер один не ввязывайтесь в драку на ножах правило номер два вас все равно порежут правило номер три проигравший в драке на ножах умирает на месте происшествия победивший умирает в машине скорой помощи вождение автомобиля в сонном состоянии у меня был случай когда я оказался на волосок от смерти. Как же сильно я тогда напугался. Мы были на вечеринке, я не пил, и моя девушка захотела уйти. Я хотел остаться и просто переночевать там, потому что до дома было больше часа езды. Но она настояла, и мы ушли. Когда мы выехали, я был еще бодрый, но проселочная дорога и большое расстояние сделали свое дело, и я отключился. Я заснул буквально на секунду и сразу же свернул с дороги. Проснувшись от грохота машины, я смог затормозить. Этот момент нахуй отбил мой сон, а последовавшая ссора с девушкой до конца поездки не давала уснуть мне и ей. Оставалось ехать где-то 10 минут. Теперь, даже если я чувствую себя хоть чуточку уставшим, я отказываюсь садиться за руль. Повезло, что в тот раз мы не столкнулись лоб в лоб с машиной, не врезались в здание и не сбили кого-нибудь. Спотыкание. В среднем в год в США от травм, полученных в результате спотыкания и падения, умирает около 17 тысяч человек. Я хоть и не умер, но споткнувшись о бордюр, я сломал лодыжку. Врач-ортопец сравнил мою травму с тяжелой травмой во время катания на лыжах. Это был бордюр. А еще нахождение в пьяном состоянии вблизи больших водоемов и падение в них. Мой муж спасатель, и мы живем в прибрежном городе. Он говорит, что довольно часто такое происходит, что люди слишком сильно напиваются, подходят к кромке воды, чтобы поссать, и падают в воду. Если там резкий обрыв и нет перил, то если они упадут, им сразу же конец. Вода в озере здесь очень холодная в любое время года, океан холодный только зимой. И если человек напился настолько, что упал в воду, то, как правило, он уже не сможет самостоятельно спастись. Холодная вода не даст ему держаться на плаву или доплыть до безопасного места. Высокое давление. Оно подкрадывается незаметно. Вы не знаете об этом, либо не придаете особого значения. Однако высокое давление действительно является главной причиной многих смертей. Реальная опасность в том, что все симптомы высокого давления считаются не особо серьезными. К примеру, частые головные боли. На них не обращают внимания, пока они не нанесут здоровью человека серьезный ущерб. Единственный способ выявить проблему – регулярно следить за давлением. Изменено. В комментариях ниже задают вопросы о том, что делать с высоким давлением, но я не врач. Я знаю кое-какие вещи, потому что интересуюсь анатомией. К тому же у моей жены во время родов развилась преэклампсия, и ее давление в течение нескольких часов держалось на уровне 185 на 130+. Сейчас, спустя почти два года, она постоянно принимает лекарства, которые ей помогают. У нее почти не болит голова, но она все еще находится в процессе восстановления после всего этого испытания. Уборка снега. Два друга нашей семьи умерли от сердечных приступов, полученных во время уборки снега. Да, это может показаться глупым людям, живущим в местах, где уборка снега является неотъемлемой частью их обычной жизни в течение шести месяцев в году. Я сам никогда не думал об этом, пока моего отца не схватил инфаркт во время того, как он чистил снег лопатой. Грипп. Старый добрый грипп. Многие люди забивают хер на грипп, думая, что он пройдет сам по себе. Во всем мире число заболевших в год обычно составляет от 300 до 500 тысяч человек. В США заболеваемость составляет от 12 до 50 тысяч в год. Плохо еще то, что многие люди говорят, что у них грипп, когда на самом деле у них просто сильная простуда. Мой худший опыт был, когда я подхватил грипп в подростковом возрасте. Я тогда жил с родителями. Через какое-то время мне было так херово, что я едва мог встать, чтобы сходить в туалет. Мама везла меня на толчок на офисном кресле. Люди не осознают, насколько тяжело может протекать грипп. Комары. Точно. Комары в год убивают 1 миллион человек. 1 миллион. Для сравнения, следующим животным по количеству убийств, как ни комично, являются сами люди с 135 тысячами убийств. Алкоголизм вызывает печеночную недостаточность. И в США эта проблема лишь растет. Алкоголь убивает далеко не только из-за печеночной недостаточности. Люди думают, что алкоголики умирают из-за бухла, потому что оно их травит или бьет по печени. Но на деле алкоголь вызывает сердечные приступы. Гипертонию, сердечную аритмию, инсульт, рак печени, рак пищевода, рак желудка, рак поджелудочной железы, рак толстой кишки, рак молочной железы, острый и хронический панкреатит, передозировку опиоидами. Люди принимают обезболивающие лекарства и алкоголь одновременно. Передозировку бензопрепаратами. Опять же мешают с алкоголем. Убийство и вождение в пьяном виде. Запор. От него в год умирает порядка 900 человек. Мне 37. И сейчас я дам вам самый древний совет из всех возможных. Пейте больше воды, ебана в рот. Особенно, если вы любите прибухнуть. Да даже если нет. Лестницы стремянки. В США они убивают около 300 человек в год. А вы знали, что согласно исследованиям, держать стремянку в доме опаснее, чем владеть оружием? Именно поэтому у меня дома есть 10 заряженных пистолетов. На случай, если кто-то попытается принести ко мне лестницу. Одиночество. Я уверена, что моя бабушка умерла как раз из-за одиночества. Мы не могли навестить ее во время пандемии. Она умерла в одиночестве, не понимая, почему мы ее не любим и не навещаем. Стресс. Ваш организм может выдержать лишь определенное количество стресса. Именно поэтому стресс называют тихим убийцей. С вашим высоким давлением и тем фактом, что из-за стресса вы спите всего 5 часов в день, смерть подкрадется к вам раньше, чем вы думаете. Мануальные терапевты. Хотя из-за отсутствия подтвержденных данных точное количество смертей неясно, предполагается, что за год в США умирают не менее 40 человек от действий мануальщиков. Горе. Люди считают, что это миф, но вы действительно можете умереть от разбитого сердца. Несомненно, горе вызывает стресс, а стресс ужасным образом влияет на организм. Особенно стресс, который не проходит и никогда не пройдет. Роды. Именно. В США, учитывая, что это развитая страна, показатель смертности во время родов очень высокий. У моей близкой подруги после родов развилась послеродовая преэклампсия. И она чуть не умерла. К счастью, внимательный врач заметил, что что-то не так и вынудил ее остаться в больнице еще на одну ночь. Если бы она поехала домой, то умерла бы через несколько часов. То, что люди забывают своих детей в машине. У меня есть подруга, которая бросала свою туфлю на заднее сидение, чтобы не забыть ребенка. Получается, она вела машину в одной туфле? Ага. То есть, если даже она вдруг забудет про ребенка, то сразу же вспомнит, как только ее босая нога ступит на землю. Невылеченные инфекции. В организме развивается сепсис. По сути, таким образом, пытаясь уничтожить инфекцию, ваше тело убивает само себя. Я чуть не умер от сепсиса. Пошел к врачу тут, в Австралии. И он даже не спросил меня, как я заразился, из-за чего назначил мне неподходящие антибиотики. Через неделю я ссал в бутылку, потому что не мог встать с постели. Я лишь повторял самому себе, что антибиотики просто еще не подействовали, ведь они действуют не сразу. Каким-то образом мне удалось доковылять до местного терапевта, и она, не моргнув глазом, сказала мне сразу же ехать в больницу на такси. Сказала, что если я буду ждать скорую помощь, то меня могут ждать серьезные осложнения. На следующий день инфекционист в больнице сказал мне, что, возможно, для моего организма это был слишком сильный удар. Мне реально было очень тяжело. Однако я вижу, что подобные случаи происходят чаще, чем думают многие люди. Так, ну давайте глянем. Это не то, чтобы что-то удивительное, но так или иначе. В свое время я работал с региональной группой больниц, координируя государственные отчеты о причинах смерти и статистику. И вот какие факты я могу вам дать. Среди доноров органов удивительно высокий процент, не буду говорить какой, занимают мотоциклисты. Одной из главных причин смерти молодых девушек до 18 лет является черлидинг. Особенно тот, где задействованы гимнастические акробатические движения. Футбол является основной причиной ХТМ – хронической травматической энцефалопатии. Поразительно большое количество футболистов и хоккеистов умирает в молодом возрасте. Травмы от огнестрельного оружия и самовыпилы носят сезонный характер. Об этом можно судить по уровню смертности в провинциях и местности, где зимой долгое время темно. Сезонное аффективное расстройство – реальная вещь. В первую очередь вам стоит поговорить со своим врачом. Но САР можно лечить с помощью витамина D и долгого нахождения на солнце. Сердечные приступы у женщин. Мы частенько чувствуем боль в теле не только в груди, но и в других местах. Учитывая это, в случае чего я бы никогда бы не подумала, что у меня сердечный приступ. На празднике в июне 2021 года у моей мамы случился сердечный приступ. Мы собрались с семьей на барбекю, и у нее произошло несварение желудка. Она почти всю ночь не спала, и никакие лекарства ей не помогали. Она продержалась так целых 24 часа, но потом ей стало совсем плохо, и отец отвез ее в больницу. В регистратуре мы рассказали о ее симптомах, и в течение 15 минут ее приняли врачи, а через час отправили делать срочную операцию. Там ей поставили два стента. Она понятия не имела, что случилось, но знала, что что-то не так. Персонал больницы был все это время на чеку. Ей не разрешали никуда выходить, и не оставляли ее без присмотра. Мама потом рассказывала, что ее очень пугала их реакция на ее состояние. Ей казалось, что врачи с ней не очень дружелюбны. Позже мы узнали, что врачи думали, что ее в любой момент потребуется реанимировать, иначе она умрет, так как в момент, когда она поступила в больницу, инфаркт был уже на серьезной стадии, и даже один час мог сыграть разницу и привести к смерти. Сердечные приступы у женщин это не шутка. Спасибо, Reddit, теперь я боюсь вообще всего. Этот страх, он тебя и убивает. Большое спасибо за просмотр. В комментариях под видео напишите, что вызывает смерть чаще, чем думают люди, и не забудьте посмотреть наши другие выпуски. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok